Здравствуйте! Начнем с главного финансового документа для всего региона. Орловскими парламентариями на декабрьской сессии был принят бюджет на 2016 год. Основные его параметры озвучил заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по экономике и финансам Вадим Тарасов. Несмотря на всю сложность формирования бюджета 2016 года, нам удалось сохранить социально защищенные статьи бюджета Орловской области. Нам удалось проиндексировать меры социальной поддержки для наших граждан на 2,5%. У нас предусмотрены денежные средства на завершение программы по 450-летию города Орла. И я уверен, что все объекты, которые запланированы, будут обязательно построены и введены в срок. Нужно отметить, что проект главного финдокумента Орловской области в этом году составлялся только на один – 2016 год. Завод «Ливгидромаш» получил полмиллиарда рублей на проект по импортозамещению. Такое решение принял экспертный совет Фонда развития промышленности Минпромторга России. Всего ими одобрены займы трех импортозамещающих проектов в области нефтегазового машиностроения. Орловское предприятие получило самую крупную сумму. Средства будут направлены на развитие производства насосов и насосных агрегатов, превосходящих зарубежные аналоги по эффективности и надежности. И к мировым новостям. Названа самая зажиточная страна Евросоюза – это Люксембург. Данные обнародовал Евростат. Показатель на душу населения, выраженный в стандарте покупательской способности, в статистике менялся от 51% от среднего по ЕС в Болгарии до 141% в Люксембурге. В десятке самых богатых из 28 стран Союза также Германия и Австрия. Там, показатель превышен более чем на 20%. Самыми бедными в этом списке остаются Румыния и Болгария. На этом у меня все. О других экономических новостях я расскажу вам ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова